В середине февраля в Республику Башкортостан уже десятый раз подряд на Уральский форум съезжается весь цвет информационной безопасности финансовых организаций. И знаете, что удивительно? Практически все участники любят в свободное время гонять с горы на лыжах, бардах, ну или хотя бы на ватрушках. Ровно 10 лет, как меня поставили на этот замечательный как-то агрегат. Сколько лет Уральскому форуму, столько и как-то? Лет 10, наверное. 79-го года. Нет, погоня за адреналином, это, конечно, прекрасно, но ведь все знают, что горы шутить не любят. И случись что, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, организация может остаться без безопасности, по крайней мере, на время выздоровления своего специалиста. И нам стало интересно, зачем же специалисты по информационной безопасности подвергают риску не только своей конечности, но и безопасность, можно сказать, всей страны. Они же могли вместо этого сидеть в фойе и играть в спорт лото или домино. Но шансов пострадать куда меньше, а азарта ух. Спорт любой, в любом случае, характеризует очень позитивно, так и взбадривает, дает где-то расслабиться, вот, потом, чтобы броситься на эти всякие угрозы с новыми силами. Если человек там ведет активный образ жизни, катается на сноуборде, на лыжах, я вот еще и на мотоцикле езжу, это вообще тоже мне безопасно. Так это же хорошо наоборот, как разносторонняя, развитая личность. В команде Финцерта есть даже чемпион мира по карате. Спорт способствует тому, что появляются новые силы для того, чтобы совершить что-то новое. Приятное времяпрепровождение, тем более в неплохой компании, свежий воздух, вообще всплеск адреналина. Как видишь, мы пока все как-то ходим на своих двоих, без переломов, поэтому, я думаю, как-то уровень безопасности пока еще на высоком уровне. Внизу с ребятами пообщались. Сейчас половина компании пошла за своей порцией глинтвейной, сейчас они выйдут с ними пообщаться. Хорошие подспорья, пообщаться с хорошими людьми, пообщаться с коллегами, потенциально закачиваясь. Адреналин, драйв, удовольствие – это то, что касается высокогорных развлечений. Но чего ради гладиаторы нашей отрасли выходят на ледяной ринг? Что и кому хотят они доказать, сражаясь в этом травмоопасном виде спорта – хоккей в валенках? Прекрасная леди, зачем тебе все это нужно? Зачем ты играешь в эту травмоопасную игру? Мне просто интересно. А ты не боишься получить травмы? В жизни каждому из нас нужно что-то, что либо помогает выплеснуть энергию, либо зарядиться. Я считаю, что хоккей в этом смысле – та игра, которая заряжает нас энергией. Высокая вероятность упасть и что-нибудь повредить. Соперник очень сильный. И так как в каждой команде есть легионеры, игра напряженная. Адреналин и такое удовольствие от игры с коллегами на одном льду сразиться – такого нигде нет. Мы команда! Есть некие новые навыки и качества, которые мы приобретаем здесь. Лучше начинаем понимать друг друга. У нас появляется чувство локтя в хорошем смысле. Не локоть, который осаживает вниз, а локоть, который помогает стоять, идти вперед и добиваться новых побед. Молодцы, все бьются. Это же игра! Назар, это движение. Играя в хоккей – драйв – это драйв. В первую очередь. Получение удовольствия. Я отдыхаю, когда играю. Вот так? Да? Эмоции выходят – все, я новый человек после этого. Если твой сотрудник катается на горных лыжах, там, сноуборде, как ты оцениваешь? Ты ему поставишь плюсик в карму за это или все-таки с опаской отнесешься к такому человеку? Поставлю плюсик. Для тебя это хорошо, да? Конечно. Он получит новую энергию, получит новый заряд позитива и, собственно, сможет дальше эффективнее работать. Большой плюс. Таких людей, конечно, надо ценить на вес золота. Есть люди-адреналинщики, которые хотят постоянно где-то прыгать, получают долю адреналина, кажется, что я по-разному. А работать человек может совершенно замечательно, если он занимается экстремальным видом спорта. Не будет жаль потерять сотрудника на некоторое время из обоймы, если он будет на больничном. Мы пожелаем ему здоровья и будем играть дальше. Болеете за нас! Мы болеем, конечно! Иллюзий по поводу зимних уральских видов спорта не питает никто. Все-таки вокруг собрались реалисты. Но волков боятся в лес не ходить, а специалисты по информационной безопасности уже давно привыкли применять риск-ориентированный подход. Так что спортом продолжают заниматься, потому что бесчисленные радости и выгода от спорта затмевают все потенциальные неприятности. Спорт здесь, на Уральском форуме, это универсальный инструмент для сплочения целой отрасли. Этакий масштабный тимбилдинг для специалистов по информационной безопасности. Так что кто не рискует, тот не пьет шампанского или глинтвейн. Или даже так, кто не принимает риски, тот не пьет на морозе виски. Или не покупает у вокзала сосиски. Ну, в общем, кому как больше нравится. Одним словом, да здравствует спорт! С вами был Без ТВ. До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok